Всем привет! В 2015 году в городе Верхотурья, в микрорайоне химзавода на улице Заводская, был построен новый трехэтажный дом. Я даже осмелюсь сказать больше. В глазах местных жителей строительство этого дома олицетворяло в себе лучшее будущее для нашего города. Просто в Верхотурье крайне редко что-либо строится. Только жить в этом доме, только жить в этом новом доме становится все гораздо опаснее и опаснее для здоровья. Вот об этом и пойдет речь в этом видео. Итак, начнем. А начнем мы с того, что в квартирах новостройки ужасно холодно. Средняя температура в квартирах составляет 13-15 градусов, поэтому в каждой квартире используются электрообогреватели. С помощью электрообогревателей удается поднять температуру до 18-20 градусов. И то при условии того, что на улице нет 30-ти градусных морозов. Данная проблема с отоплением привела к тому, что дети, проживающие в этих квартирах, постоянно болеют, а их родители сильно переживают. В комнате холодина в доме вообще, батареи холодные, сырость. И вот спим в одежде, и дети тоже все болеют постоянно, спят в одеждах. Думаю, также стоит отметить, что жрецы нового дома платят за отопление в какой-то степени по двойному тарифу. Они платят за отопление в ЖКХА. И также во много раз переплачивают за электричество. Так как электрические обогреватели, без которых никак невозможно просто выжить в этом доме, потребляют немало электричества. А сейчас мы переходим еще к одной проблеме дома, точнее совсем недавно построенного дома. И это плесень. Да, совершенно в новом доме, который не простоял года, появилась плесень. Жильцы нового дома жалуются на то, что в их квартирах появилась плесень. Они обращались с этой проблемой к местным властям и властям Свердловской области. Об этом и говорили различные СМИ. Ссылки на статьи, которые придавали огласки этой проблеме, я размещу под видео. Плесень – это не шутки. Плесень является ядом и серьезным аллергеном для человека. Плесень является причиной таких заболеваний, как астма, разрушение печени, пневмония и других болезней. Находясь в новом доме, я познакомился с одной многодетной семьей. У этой семьи растет вот такой вот прекрасный малыш. Этому ребенку один год и три месяца. Эта семья живет в новом доме почти год. И за это время их ребенок заболел. Заболел пневмонией. Есть подозрение, что ребенок заболел из-за того, что в квартире повсюду плесень. Плесень в их квартирах уже перебросилась на мебель, которая соприкасается со стенами. А вообще весь дом очень сырой. И это способствует активному распространению плесени. Если вы подумали, что я рассказал о всех самых основных проблемах совсем недавно построенного дома, то вы ошибаетесь. Сейчас мы переходим к проблемам, которые, к примеру, меня сильно стревожили и напугали. Это большие трещины. Внутри квартир и снаружи дома появились трещины. Сейчас вы видите трещины, которые находятся на потолке одной из квартир дома. И так, кстати говоря, во многих других квартирах новостройки. А теперь мы переходим к трещинам с наружной стороны дома. Вот, обратите внимание на эту большую широкую трещину с правой стороны дома. А сейчас я покажу вам другие трещины, которые от самого низа дома поднимаются наверх. Некоторые из этих трещин поднимаются почти до второго этажа. И это речь идет о совсем недавно построенном доме, который года не простоял. Пока вы смотрите различные трещины, я расскажу вам о еще одной проблеме этого дома. Просто их тут очень много. Подвал дома затапливает жидкими бытовыми отходами самих жильцов. Откачиваются эти отходы астенизаторскими машинами. И за эту услугу жильцов дома требуют деньги. А жильцы новостройки не понимают, почему они должны платить за недоработку тех, кто отвечает за канализацию их дома. И это все мелочи. Дело в том, что жильцам дома приходится переплачивать за коммунальные услуги почти в 2-2,5 раза больше. Связано это с тем, что батареи еле греют и не дают должного тепла. Поэтому все жильцы дома приобрели себе электрообогреватели. Ну и разумеется, это привело к тому, что расходы на электроэнергию выросли во много раз. Помимо этого, к жильцам дома приходит квитанция об оплате текущего ремонта на дом. Если я не ошибаюсь, 295 рублей на одного человека. Это при том, что никакого ремонта в доме не делается. Я глубоко вздыхая продолжаю говорить о проблемах этого дома, но сейчас очень кратко, не вдаваясь особо в детали. Итак, жильцы дома жалуются на то, что в доме плохая вытяжка, плохая вентиляция. С правой стороны дома, в 20 метров, находится плохо прикрытый канализационный колодец. Есть риск, что маленькие детишки, играясь рядом, могут упасть туда и пострадать. Как это уже было в прошлом году в нашем Верхотурском крае. В подъезде дома украли батарею. Потом прошел какой-то промежуток времени и украли еще несколько батарей. Кражи пока что не раскрыты. В доме серьезные проблемы с водой. Когда я снимал это видео, воды не было, к примеру, 3 дня. А горячей воды нет вообще. Люди живут без горячей воды. Ну и наконец-то мы подходим к концу этого видео. Тут уже важно сказать, кто строил этот дом. Дом строила компания Ремстройавтосервис, город Качканар. Кстати, местные СМИ писали о том, как следственное управление СК РФ по Свердловской области заинтересовалось строительством этого дома. Ссылку на статью местных СМИ я оставлю под видео. А сейчас очень важный момент. Обратите внимание, против нашего проблемного дома строится точно такой же трехэтажный дом. Строит его та же компания. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к будущим жильцам этого дома. Уважаемые владельцы новеньких квартир вот этого дома. Если у вас возникли те же проблемы, которые были озвучены в этом видео, то не молчите, обращайтесь с этими проблемами к местным СМИ, в прокуратуру. Это очень важно, ведь на строительство этого дома ушло десятки миллионов бюджетных денег. На этом я заканчиваю свой любительский видеорепортаж. Большое спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok